Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать про приложение Currency Converter, которое мы разработали. То есть обмен вебет. Оно у нас реализовано как Telegram Bot, потом Google Action и как Alexa Skill. Можно для Google и Alexa как текстом видеть, так и голосом с ним общаться. Также оно поддерживает более 145 валют и криптовалют. И оно как бессерверное приложение сделано, то есть сервер. В случае Google мы использовали для создания этого сервера сервиса Dialogflow, который Google предоставляет удобные средства разработки. То есть когда юзер пишет или говорит наше приложение, то Dialogflow с нашим конвертером, во-первых, оно распознает само речь, то есть нам не надо с этим ничего делать. Во-вторых, еще удобно то, что там есть объект валюта. То есть она даже сама знает, что это у нас валюта и все хорошо. И также мы именно здесь настраиваем ответы все на Start, на Stop, на Help, всякие разные. А если когда нам приходит именно запрос на конвертацию с правильным количеством, с двумя валютами и с числом, то тогда проходит на лямбду запросы. И дальше он, чтобы сконвертировать валюту, приходит на лямбда лея. Это место, где у нас хранится общая модель для всех наших лямб, которые используют уже внешние, у нас есть 5 API, конвертирует и потом возвращает ответ пользователю. То есть вот так у нас происходит с углом. По поводу Alex там также есть удобный в некотором роде кабинет разработчиков, где можно сделать предложение, но есть некоторые отличия. Во-первых, там нет объектов валют. То есть нам пришлось самим вручную добавлять все нужные нам валюты. Во-вторых, там все основано на интентах, на намерениях. То есть там есть интенты на все случаи жизни, там StartIntent, ConvertIntent, Help и так и дальше. И в нашей лямбде должны быть все эти классы на каждый интент. То есть у нас какой-то интент отправляет, просто интент. В случае ConvertIntent там есть, конечно, параметры, которые нам нужно будет сконвертировать две валюты и число. А в остальных случаях просто пустой интент. И тогда мы должны его сами там обрабатывать, писать ответ и возвращать. Но тут хорошо тем, что так как это и это нас Amazon, то она может триггерить Alexa лямбду непосредственно. А в случае Telegram и Google мы тут используем Route 53 и дальше API Gateway. То есть у нас таким путем идет запрос на наши лямбды с контроллерами. Что еще хотел сказать про лямбда лейер, который Антон рассказывал в прошлую пятницу немножко. То он здесь используется. И такой был немножко интересный, неочевидный мне момент, как именно подружить наши лямбды и лейер. То есть не было не очевидно, как это сделать. Просто архив не получилось. И в итоге в нашем архиве внутри должна быть папка Java, в ней папка lib и наш архив. Например, model.jar. То есть нам нужно заархивировать, потом закинуть в папку, потом закинуть в папку, потом заархивировать, потом положить слой, и так оно только будет работать. Чуть-чуть как-то странно мне, но есть так и есть. Также наше приложение еще пишет логи всех сообщений между пользователем и ему ответов. Для экономии времени это просто отправляется сообщение с логом на SQS. Он, в свою очередь, триггерит специальную лямбду, логер. И она непосредственно уже пишет в нашу таблицу с логами. Это у нас DynamoDB таблица. И для просмотра логов, логично, что у нас есть админ пейдж. Он у нас реализован, лежит на S3. То есть на S3 заходишь на сайт. И чтобы взять логику, у него есть еще своя лямбда специальная, которая берет данные с DynamoDB и показывает уже нам. Что касается сервера из подхода, то его преимущество можно сказать, что, во-первых, это удобно, потому что нам нужно меньше думать про всякие конфигурации, меньше ее менеджить, не думать про безопасность, про масштабирование и так далее. А во-вторых, это стоимость. Я решил прикинуть на основе, что у нас будет тысяча запросов в день на все три сервиса. И самые дорогие здесь у нас будут вот эти лямбды все. Смотри, взять. Нет, нет, вот лямбды взять. То у нас тут будет 30 тысяч в месяц запросов. Потом у нас здесь на них выделяется на лямбды 1024 мегабайта памяти. И в среднем, я прикинул, там у нас было где-то 3 секунды выполняется каждая из них. Потому что у нас здесь холодный старт, он может там достигать 8-9 секунд, когда это все инициализируется. А дальше уже работа идет меньше 1 секунды ответа лямбды. И для этих параметров мы получаем ответ 1,5 доллара в месяц. Также у нас есть лямбда логер. У нее параметры, здесь напишу, тоже 30 тысяч, 512 мегабайт, там поменьше. И у нас в среднем получил где-то 5 секунд ответ. Это 1,25 секунд. Это за именно время работы лямбда. Там еще есть наценка за количество этих обращений. Но там получилось по одному центу примерно. То есть это будет вот так, но мы учтем. Так же некоторую сумму добавляют DynamoDB. Там за считывание это 0,0. Ну от 3 до 5 центов, пусть будет 5 центов. Это на запись. И если мы будем считывать, например, 50 раз в таблице этой на S3, то это примерно будет 35 именно на чтение. И также у нас еще API Gateway будет за такие запросы 0,10 долларов. И в итоге мы получаем примерно 3,3 доллара в месяц за все. Я посмотрел, там, если брать, например, что-то сервисное, то на EC2, T2 Nano, самый или один из самых дешевых инстанций, он будет стоить 5,83 доллара. Там ничего не поднимает. Ну, то есть это да. Остальное еще дороже. То есть и плюс еще там может использоваться другие сервисы, которые тоже будут цены. Услово, там минимальный сервис на 300 долларов. Ну, 30 долларов. То есть разница хорошая. В общем, это все, что я хотел сказать. Какие вопросы? Нет, большой вопрос. Это цена в месяц, то, что я озвучил, 3 доллара. Это независимо от количества запросов? Нет, это конкретно зависит от количества запросов, объемов данных, которые проходят. Если, грубо говоря, мы там каждые 5 минут будем что-то конвертировать, и сколько цена вырастет. Сколько это будет? Две тысячи запросов? Тысяча запросов в день на каждый. Тысяча запросов в день. Всего 3 тысячи. Если будет 2 тысячи запросов, то там полтора-два раза там увеличится. Еще? Можно вопрос? Скажи, у вас три лямбды, да? То есть для Telegram, для Google и для Alexa. А почему не сделать... Почему внутри лямбды, почему не одна, которая могла бы понимать запрос? Вот, например, лямбды, они там два endpoint, да? Я так понял, для Telegram, для Google через API Gateway. Да. А, Alexa вызывает напрямую. Да. Ага. Ну, а через API Gateway, например, вот мы сегодня с Данем смотрели, можно через request mapping подрихтовать под определенную модель. То есть теоретически можно сделать, типа, одну лямбду, да? Которая будет понимать модель одну. А маппить мы будем эту модель, типа, через API Gateway. И то есть нам туда не нужно, например, с лейерами париться, как ты уже указал. Не, но в любом случае у нас будет лейер, потому что он вообще ко всем лямбдам. Не, имею ввиду, если вот эти три лямбды в одну... Ну, я так понимаю, там разная модель, типа, для понимания. Вот эти интенды, интенды в объекте и другие вещи. Так я об этом и говорю, если замаппить на одну модель. Понял? Она может в целом просто тяжелее получиться, типа. Ну, может быть, я просто... Нет, но модель это... Вопросы, которые у нас будут 10 секунд. Во всех пяти, которые у нас есть в лямбдах... Что замаппить так сложно? Во всех пяти. Предполагаю, что он тогда имеет ввиду, что у нас понятие запрос одинаковое во всех трех кейсах. И почему бы не получить объект одинаковой структуры уже на выходе из API Gateway? В этом смысле? Нет, ну, конечно, можно было так сделать, но мы подумали, во-первых, там немного принцип работы разный. То есть там и логика другая. И, в принципе, мы решили, что мы используем такой подход. Хотя, в принципе, можно было сделать универсальную лямбду без проблем. А еще вопрос. А почему с логами такой сложный? Флоу был SQS, Dynamo, потом Yamdo, S3. Такой флоу интересный. Потому что мы, как раньше, пробовали непосредственно писать в DynamoDB. И нас не устраивало время работы. Это приложение довольно долго приходилось ждать ответа. Попробовали так. И оно в итоге ускорилось. И поэтому мы решили, что будет так лучше. Могу немножечко добавить. Там на Google, когда ты запросишь, он максимум ждет 6 секунд. Если больше, чем 6 секунд, он начинает крешить и пишет, типа, нет крета, это у меня сервера и какие-то у тебя есть приложения. То есть просто, чтобы синхронно такой сделать флоу, чтобы в SQS, типа, закинуть. Да. То есть, да, мы закидываем SQS и дебажим. То есть, смотрите логи, если что-то не так идет. В S3 заходите через антенну, как-то говорите или как? Именно если лог не записался? Нет. Ну, допустим, у вас что-то поломалось. Как вы будете дебажить и просматривать это все? Все логи идут на CloudWatch. Это специально просто подковыркали? Ну, мы сейчас посмотрим. Нет. Все логи работы лямбд идут на CloudWatch и там можно посмотреть это все. А сюда именно идут логи, которые успешные. Хорошо, я понял, спасибо. Логи запросов. Кто здесь? А расскажи, что удобнее на лекции, а что удобнее на гугле? Ну, на лекции удобнее то, что она непосредственно. Не нужно настраивать ни роут, ни API Gateway. А в гугле, очевидно, легче. Там всего один класс. У тебя уже сразу получается понимает валюту. Сразу можно там настроить ответы. Например, там обычные, без конвертации на стороне именно приложения. Не нужно лишний раз дергать лямбду в таких случаях, когда не нужно конвертировать. А лекция как-то так устроена, что там куча классов, куча интентов должно быть. Мне как-то больше угол в этом подходе нравится. Еще вопрос. Что такое 5 API? Это 5 внешних конвертеров, которые мы используем, чтобы конвертировать. Я хотел бы продолжить. Я хотел бы продолжить сегодня. Я собираюсь вам рассказать тоже про свой проект. Это Telegram Bot Text Audio. Ну, Telegram Viber Bot. Его суть в том, что ты им отправляешь текст на английском языке, и он тебя в ответ отправляет аудиофайл, где одним из трех голосов этот текст наговаривается. Он тоже использует Serverless подход, поэтому я прям на четких подсчетах заоставить внимание не буду. Я просто скажу, что у меня получилось, что у меня $1.87 AVS-овские сервисы выходят, и остальные сервисы, у меня еще есть две опишки для определения языка и для конвертации. Для конвертации первые 10 тысяч символов бесплатно, а потом 2 цента за тысячу символов. Там не от количества запросов зависит, то есть могут быть 30 тысяч запросов, когда никто ничего не попросил конвертнуть, а просто голоса меняло. То есть это сложно посчитать. И TechLanguage там 1000 запросов в день, то есть 30 тысяч в месяц выходит, но... Что, долларов или что? За 30 тысяч запросов в месяц вот эта бесплатная часть TechLanguage покрывает. Так, так что... Ну а следующая, выше там 100 тысяч запросов в день, она стоит уже 5 баксов. Вот. Да, отлично. Вот. Вкратце, как происходит работа приложения. То есть пользователь отправляет сообщение на Telegram или на Viber. От Telegram и Viber, соответственно, шлют запросы на API Gateway, там где установлен вебхук. API Gateway триггерит лямбду, ну на которой крутится само приложение. Лямбда, если это просто команда не конвертации, то она записывает в DynamoDB все данные об этой команде, ну и возвращает ответ пользователю, соответственно. Если это запрос на конвертацию, то у нас сначала стучится на DetectLanguage. И если он говорит, что да, это английский язык, то тогда мы уже стучимся на IBM TextToSpeech, который возвращает нам файл. И этот файл мы возвращаем пользователю. Из интересного, что было на проекте, я могу рассказать про то, как я использовал джипа репозиторий с DynamoDB. Я не знал, что так можно, но нашел, что так можно. И про то, как в целом заводить лямбду Spring под лямбдой. Там тоже есть свои особенности. То есть, например, ну чтобы любую лямбду обработать, нужен метод handleRequest, который будет принимать входные параметры и возвращать соответственно ответ. его можно написать самому, можно заимплементить. Я использовал библиотеку Spring Boot Lambda Controller. Там это выглядит примерно так. Здесь у нас есть класс renderHandler. Он имплементит streamRequestHandler. И в нем создается объект этого самого Spring Boot Lambda Container. В него передается наш класс, в котором main, то есть application класс. И, собственно, в нем нужно определить еще метод handleRequest, который будет принимать inputStream, outputStream и контекст. И в нем все, что нужно вызвать этого самого контейнера, вызвать метод handleRequest его. Ну и передать все эти параметры ему. И дальше приложение просто стартует как обычное Spring приложение и никаких проблем нет. контекст подгружается, длины вайрятся, вся эта фигня. И чтобы подключить длины, как работать с бинами через JPA, нужно создать конфигурацию. Также с помощью нотации BaseRepository Package. И дальше указать Package, в котором будут лежать эти самые JPA-репозитории. В самом классе определить бин. бин, который будет возвращать Amazon DynamoDB класс. и ему через Builder передать крадель. и длины вайры динамки. И длины вайры динамки. и длины вайры динамки. и потом нужно создать описание нашей таблицы как java class, то есть обычный подже, то есть мы создаем класс, например, message аннотируем его как dynamo debit table указываем имя и у нас есть какое-то стринговое поле, которое будет лгишником его пометим как что это dynamo хэшкей и можно еще пометить автогенерирование dynamo автогенерировать например, string текст его надо пометить просто что это атрибут можно быстро вопрос? на чем бы ты хотел сфокусироваться? то есть ты к чему-то идешь сейчас? я в общем рассказал про архитирование приложения и просто решил сразу рассказать про вот самую интересную вещь с которой столкнулся и на этом и закончить ну как их юзать ну что их можно юзать без хибернейта то есть с dynamo db ниск 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 а почему ниск 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 ну вообще я выбрал за счет того, что ну за счет цены за счет того, что для нее не нужно отдельного инстанса ну основные ее причины то есть она как сервис вставляется вот ну получаем как атрибу еще какие-то поля ну для всех нужно просто getter setter сделать пустой пустой конструктор и все ну и дальше мы просто создаем обычный jpa репозиторий и с ним работаем как привыкли работать и поэтому переход например с постгресса на dynamo db для меня занял ну вот час пока я вот это написал все ну разобрался написал и вообще приложение сразу взлетело никаких проблем с этим не было вот как-то так спасибо на внимание есть вопросы еще вдруг что прикол работы работать с репозиторами чем лучше чем есть репозиторы ну тут у тебя заранее тебе не нужно самому определять методы для того чтобы вытаскивать то есть там насколько я помню в мэпере классическом работе с динамо деби там надо то есть ты создаешь тейбл реквест тейбл реквест передаешь в мэпер из мэпера туда передаешь табли ну короче в тейбл реквест ты передаешь имя тейбл реквест в мэпер и из мэпера ты там делаешь find all а если тебе нужно по какому-то полю вытащить то тебе это поле нужно передать ну его имя как стрингу но это не очень удобно то есть легче как по мне описать это как объект в java и работать с этим как с объектом а не как стринги передавать для кварей то есть ты будешь сказать что вместо 30 срок это будет 1 строк да вкратце да то есть забрать удалить все месседжи от данного юзера между этой и этой датой у меня была такая курия это одна строка у меня а в мэпере я не знаю какой-то страх наверное был в обычном динамо деби то что авс предоставляет библиотеке вот а что самое сложное ты пришлешь решать на протяжении на самом деле ну я не могу сказать что самое сложное тут я скорее не разобрался но самым сложным для меня было это сделать аутентификацию потому что я изначально сделал обычную стандартную спинговую инмемори аутентификацию завел на лямбде и выяснил что сессию на лямбде создавать нельзя нельзя и я не смог с этим я не смог с этим разобраться и я убил недели две на то чтобы построить аутентификацию на spring security в итоге я просто применил когнито вот но я реально две недели убил фактически на попытки которые ничем не увенчались самое сложное аутентификация все закончилось все закончилось всем пока И нам нужно написать логи в консоль, например, в файл. Но в консоль нам нужны, например, только info, а в файл уже все остальные. И такого, как искал в интернете, было несколько вариантов. Из трех мне подошел всего один. Это threshold после Appender, когда мы указали Appender. После того, как мы указали Appender, например, файл, мы пишем с threshold и ставим к нему левел, который мы хотим. И оно будет отсекать все левелы, которые были ниже. То есть будет от info и выше, например. Это из того, что я нашел один вариант. А там еще были варианты типа по паттерну, но то, что я пробовал, настирал просто строку. И разделить на два config файла. Ну и решил не заморачиваться. Если есть у нас возможность Appender и не это все сделать, то все. То есть это просто параметры в конфигурации, правильно? Да, просто параметры в конфигурации. Ну, я думаю, это как-то отдельно това, потому что я уверен, что это теперь. Это конфигурация log4j, да? Да, log4j. Можно вопрос? А зачем нам, ну, то есть, я не понимаю, зачем нам выводить только info и выше? Я могу понять, когда мы выводим, например, все, что ниже какого-то уровня. А зачем нам выводить, ну, то есть info, это же чаще всего мусор какой-то. То есть там бывает? Что ты имел это по словам? В конце только info. Например, тебе нужна какая-нибудь полезная информация, которая только пользователю. То есть тебе не нужны там дебаг, то, что там оно как там проходит, какие этапы оно прошло. То, что оно прошло, пускай запишется файл. А юзер, например, будет только написано, что сделано. А с всей страны есть такое, что подвозит? А, я предполагаю, мне просто создався бы логинг в приложении. Да. Вот, поэтому я подвозит. А, если у нас info пишет то, что нужно пользоваться. А, то есть ты в info пишешь именно ту информацию, которую нужно пользоваться. А, окей, все. Все, спасибо. Кто-то хотел пробовать? Я быстро сейчас отпустил. Просто было упомянуто про Spring на лямбде. Мы понимаем это чуть-чуть сложновесная такая вещь. Я на самом деле не собрался об этом говорить, но... Вспомнил. Заживое? Заживое? Да, немножко. Да. Ну, я хотел про одну конкретную фичу. Конечно, нам если нужен какой-то конкретный модуль, там, может, и UP какой-то, ну, я не знаю. То, может быть, есть смысл подкинуть. Но я хотел бы сейчас конкретнее поговорить про DI. Мы часто используем DPNC injection, такой паттерн, да? Он нам позволяет разделить usage, там, и определение методов, и все гораздо лучше тестируется. И со Spring, когда мы запускаем DI container Spring, во-первых, он долго разогревается достаточно. Он в рантайме, да? Мы видим по логам, он, типа, находит, сходит по контексту, смотрит, где у нас находятся бины, потом находит, кого варить, кого не варить. Потом, если что-то упало, то прямо в рантайме у нас не поднимется приложение. Немножко для лямбде не совсем оптимально. Занимает время, не знаем точно, поднимется либо нет лямбде. Как функция. Поэтому советуются использовать такой фреймворк, как Dagger. Даже Dagger 2. Вообще он использовался для Android изначально. Ну, не использовался, а его целевая аудитория Android. В чем его принципиальное отличие? В том, что он в compile time уже определит все ваши зависимости. То есть, если у нас компилировалось, собралось, то мы уже это все можем залить. И будем уверены, что оно будет раниться. Да. У меня вопрос. По-моему, в последнем Springhead добавили галочку подобные функциональности. В пятом Springhead? Да. Ты пробовал? Нет. Я тоже нет. Вот это пробовал. Он добавляет в JAR. Нам очень важно еще, на самом деле, чтобы... Достаточно важно, чтобы артефакт на лямбду был достаточно легковесный. То есть, весил мало места. Этот даггер добавляет... Ну, там вообще какие-то копейки минимальные добавляют в ваш JAR. Работает он с аннотациями стандартными какой-то Java... Inject. А? Inject. Да. Ну, это 330 как там. Там, то есть, мы ставим, где нам нужно, inject. Как Борис уже сказал. А у нас также есть provide, да, аннотация. Модуль. И компонент. Inject, да, мы обозначаем то, что нам нужно получить. Provide – тот метод, который будет создавать зависимость. То есть, модуль – это тот класс, который обозначает набор провайдов. И компонент. Мы обозначаем, какой модуль в этот компонент будет определять нам зависимости. И в нем определяем... Это интерфейс. И в нем определяем методы, которые будут возвращать тот класс, в который уже будут заинжекчены классы нужные. И из этого интерфейса просто достаем готовый, собранный класс со всеми зависимостями. Он работает во время компиляции, да, и может конфликтовать с ломбоком. Классика. Да. Но, на самом деле, если буквально чуть-чуть полазить по интернету, то можно найти конфигурацию для Java-компайлера, которая все это резовывает. Вопрос. Да, давай. А вот представь, у нас большое приложение, много модулей, и все в спринге. Вот. И тут вот один модуль нам нужно двух на лямбде развернуть. И как ты туда предлагаешь технуть дайкер? Можно так же? То есть, у нас есть приложение, какое-то монолитное, и один кусочек из него мы будем менеджить на лямбде? Ну, вот мы хотим на лямбде, мы думаем, вот Антон рассказывал про дайкер 2, надо будет для его сунуть. Может, эти классы там, может, завариваться частично, или вот хотя бы. Позже, что это один даже модуль для простоты. Ну, Я думаю, здесь придется телодвижение несколько сделать, потому что, ну, во-первых, как я уже сказал, тут абсолютно разные подходы. Там у нас в рантайме определяется зависимость, тут в компалтайме. Во-вторых, ну, Spring тоже поддерживает аннотации, да, джававские, поэтому, в принципе, мы можем, наверное, если у нас не с принговскими аннотациями размазаны наши зависимости, а вот этими, то у нас уже есть какая-то база. Но все равно, если мы будем это выносить на лямбде, то мы должны будем определить какой-то контекст нашей лямбде, выносить какой-то модуль, еще куда-то. Поэтому мы, скорее всего, наш модуль будем отдельно компилировать и иметь какой-то отдельный артефакт, я так понимаю. И вот, не сможем его закинуть на лямбду. Ну, то есть, совсем безболезненно. Нет, не сможем, потому что, в любом случае, нам надо будет определять компонент, который будет нам уже отдавать готовый класс. А этого Spring у нас вообще нет. Spring мы просто уже имеем за Injection и BNF все. Ответил ты вопрос? Да, ну и получается, что если мы выберем, да, Герман туда не очень удобно будет. Остальные Spring компоненты мы сможем использовать. Почему? Я сейчас конкретно про Dependency Injection, про инверсию контроля. Мне кажется, это очень болезненно, когда он уже на 5-й Spring переезжает. Пробуем. Горячок, перед которым уже книжка 5-го скринга. Нет, просто мы как-то нам обсуждали эту тему. И в пятом Spring переезжает добавили галочку, которая позволяет Dependency Injection провести тоже в Compile Time и сложить, типа, конфигурацию этого контекста. Смотри, Spring все равно подозревает какой-то контекст, да? В любом случае, даже если мы DIA уже в Compile Time имеем, то он все равно будет разворачиваться, все это понимать. Я сейчас говорю именно про лямбду и как в ней желательно, в best practice, использовать Dependency Injection. Типа, чтобы она не разворачивалась долго. Примерно так. Это на самом деле рекомендация АВС, использовать даггер. А с прогретой лямбдой, как-то... Помнишь, прогретая лямбда, которая там... Да, но здесь у нас, понимаешь, когда мы используем даггер, у нас уже готовый есть джар. И то есть, ну, cold start или уже прогретая лямбда, это в контексте ваша... Ну, то есть, в принципе, если бы мы держали Spring на прогретой лямбде, то я бы обождал бы решать. Правильно я понимаю? Не думаю. Наверное, нет. Потому что Spring все равно у нас каждый подъем лямбды – это отдельный контекст. Отдельная вообще функция, правильно, изолированная. Поэтому это не решит проблему. Хорошо, спасибо. Что, захотелось пробовать? Hardcore. Хорошо, спасибо. Спасибо.